всем привет с вами BeamerDoc и сегодня у нас такой достаточно интересный случай обновляли одну машинку в другом сервисе делали полное обновление софта и скажем так просело напряжение и голова упала то есть голова синий экран скажем так старым пользователям windows знакомая ситуация и короче ничего не выходит на связь не работает и не короче нифига пытались много раз прошивать истой p более старой версии истой d и все все модули машине прошились а голову никак не поднять и соответственно вот человек вернулся ко мне чтобы восстановить функционал машины сейчас покажем как все это выглядит ну и вот в итоге человек приехал с таким синим экраном сейчас уже идет процесс флеша и поднимаем голову то есть тут стоит мбт х чтобы все у нас успешно заработала работаем и сисом вот этот процесс прошивки в итоге он занимает полтора часа все работает вот у нас через зайком прошивается обязательно до используйте дополнительный источник питания чтобы не случилось так что при просядке все это дело у нас заглохнет и тут по идее ничего трудного если вас интересует как поднять вот отдельно упавший модуль по идее у меня есть видео где исис мануал номер четыре где рассказано про обновление блоков через исис ничего не отличается делал все точно так же как обычный процесс обновления модуля если bootloader скажем так в модуле присутствует модуль уходит на связь то это первое что стоит попробовать обновить софт и чтобы залилась все заново и вот сидим ждем все работает и идет обновление продолжаем поднимать модуль если обычно процесс должен занимать час полтора обновления головы то в данном случае нас отдела затягивается просто на неимоверное время вот смотрим что у нас получается сейчас 3 процента общих этот файл который очень долго у нас заходит прям нереально долго как видите системное время у нас 10 секунд опять прыгать на 19 и так уже час все время перепрыгивает то есть учитывая время сколько у нас ушло сейчас машина у нас обновляется 2 часа 56 минут то есть мы три часа я уже обновляем за 1 полтора часа все быстро прошло и участок файл ттс который нас заливается 14 процентов это занимает просто неимоверно долго времени короче план действий такой что оставляем машину обновляться буду приходить проверять чтобы обновляется но учитывая темп обновления прогноз что завтра к утру она будет готова не раньше то есть 24 часа занимает это дело посмотрим что как будет продолжается восстановление нашего нашей мбтшки занимает просто нереально времени как видите сверху справа флешинг тайм время флеша 22 часа уже это длится и у нас физически сделалось только вот 30 процентов вот левая где процент это от общей то есть думаю нужно все это дело подключать все это на столе и программировать тогда потому что просто нереальные затраты по времени и то есть и приборы столько работ зарядом скажем так ну больше сутки уже сутки почти скоро будет работать немного многовато не рассчитано все это на такое продолжительное использование так что да надо будет трубать и поскольку у нас за 22 часа обновила все 30 процентов то есть легкая математика говорит что нужно еще минимум 48 часов даже чуть побольше чтоб вся эта тема обновилась то есть трое суток машина все время тут уже мбт х вентилятор гудит все скажем так компоненты уже достаточно очень сильно нагрелись и еще два раза по столько сколько уже прошло боюсь что-то не выдержит и все равно произойдет сбой так что при такой вот неисправности иногда через обд флеш просто не по не получится изначально показалось что все было хорошо в том плане то что в расчетное время было полтора часа он все сделал но как час видите опять 10 секунд у нас мышкой показываю время остаточное сколько ему остается вот он дает до 10 секунд опять прыгать на 19 и так уже 20 часов подряд и вот так все время перепрыгивать 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 и вот судя по логу короче еще очень очень много времени понадобится поэтому принял решение я буду отрубать все просто жестко отрубить посмотреть что как будет и ну как что так будет мы программируем только голову голова останется в таком же положении часть софта зашло бутылка там есть то есть она будет точно так же как и было до этого но что дальнейшее нужно будет делать думаю да нужно будет прикупить некоторых деталек и делать это прошивать ее на столе напрямую потому что через машину как видите но не рационально много времени и так теперь делаем то что при обычном программировании делать нельзя то есть будем отрубать всю эту систему поначалу попробуем по-хорошему как видите тут просто нет никакой кнопки ну то есть есть кнопочка стоп у нас попробуем стоп и вот сейчас он у нас завершает посмотрим что он нам даст как видите что экзекюшен асбон консул и транзакций прогресс будет завершён до конца пускай чуть поделать посмотрим что это нам даст на экране на самом который в машине на мбтхе так идёт время флешинга секунды опять идут то есть процесс то можно сказать так то что сейчас до конца начала сделать то делается попробуем сделать скажем так корректное выключение но мне почему-то кажется что это тоже затянется хрен да насколько в общем что значит транзакция им прогрессу обе комплитет это значит тот файл что уже засовывать вот этот свфл поскольку изначально с компа посылается на и комы сайкома запихиваются в машину то по идее эта информация служа вой коме и скажем так и с хочет чтобы хотя бы этот файл дошел до конца но как мы видим этого файла нас 25 процентов и чтобы его чисто тупо закончить уйдет до сегодняшнего вечера что нам тоже соответственно не подходит так что будем обрубать это дело все по жесткому просто и пишет что даже да не хочет выключать эсис так как у нас происходит процесс флешинга что достаточно логично с его стороны тогда просто отсюда оттрубим интернет кабель так что мы сейчас имеем эсис я все отрубил даже вон и ком отсоединил все что он уже не подсоединяется и машина сейчас поисла в таком положении то что голубой экран и как видите зажигание у меня выключено мне даже будет я могу включить зажигание я могу не могу его полностью скан так выключить экран не выключается если еще раз нажму опять все включается из-за чего это связано это связано с тем что машина сейчас нас находится в транспортном режиме в режиме программирования и она машина так ну не находится в обычном состоянии и сейчас машину даже не закрыть ничего с ней не сделать она просто так повисла в таком состоянии в итоге что нужно сделать нужно сейчас будет скинуть минусовую клемму подождать минут пять чтобы машина полностью обесточилась потом нужно будет подключить все и через и что до ввести машину опять в эксплуатацию так как машина сейчас транспортном моде режиме то есть видите нам даже сейчас багажник никак не открыть поэтому не подобраться к аккумулятору но слава богу это у нас сейчас туринг откинули сидушки и тогда можно будет даже получить доступ к аккумулятору чтобы снять клемму минусовую машину обесточил ведь экран погас подожду сейчас минуты пять потом опять на гену клемму такой доступ все сделали слава богу туринг что хоть можно сверху так подлезть туда вот сзади где клемма аккумулятора находится и потом был опять вводить машину эксплуатацию скажем так на данный в данном случае голову таким способом поднять можно было бы но трое суток боюсь что-то перегорит либо айком либо блок питания либо в машине мбтх а не выдержит уже такой нагрузки поэтому нерационально подключил опять минусовую клемму видео у нас также синий экран но flashing time 0 ясное дело на приборке тут выше куча ошибок даже схватили красную точку машина находится в транспортном режиме даже сейчас не заведется вот делаем сейчас диагностику подключимся выведем из транспортного режима и тогда скажем так вернем машину в первоначальное состояние картинка знакомая то есть вот наш head unit high у нас синенький что с ним сообщения нет обрыв программирования и так далее остальные блоки куча много разных ошибок поймалось это достаточно логично потому что машина была в режиме программирования и он пытается просто все это оживить но ясное дело что у него ничего не получится голова несколько раз перезагружалась светится connected drive но она опять выходит синим экраном то есть это очень очень предсказуемо сейчас наша задача вывести машину из транспортного режима все считалось идем vehicle management тут у нас maintenance обслуживание у нас транспорт мод и дали транспорт мод нужно выполнить эту функцию до удалить транспорт мод удаляем транспортный мод заработала клима машина скажем так опять начинает оживать ну навигация не найдено это нормально продолжить без разрешения навигации хотим ли мы удалить первую регистрацию нет не хотим показывать аккумулятор заряжен на 96 процентов ясное дело у нас 22 часа был на зарядке даже предупреждаю что аккумулятор должен быть заряжен перед тем как давать машину клиенту удаляет ошибочки у нас перед что окей что не окей контакта что не окей это связано с головой у нас ну и по идее все и так что мы имеем мы сделали все функции ввели машину эксплуатацию какая проблема была как только включал зажигание меня сразу дворники работали просто дворники все время махали 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 то есть ошибок вы по ним нет думаю что такое странно и что в итоге помогло нужно было просто усыпить машину поставок машину я усыпил соответственно через power down команд это же много раз покажу как делается не проблема теперь можно запускать машину как видите дворники нас не работает все в порядке красная точка сама пропала то есть такие способы мы сейчас вернули авто в то состояние в котором она была и как полагается после любого программирования делаем анализ машины и видим что у нас да с хед юнитом косяк остальных проблем машине нет то есть все дерево зеленое как и говорил вернул машина первоначальное состояние теперь будем думать точнее что тут думать программировать из т.д. если ничего не даст мало вероятно что это что-то даст тогда уже через засечу точнее через здесь искала на стол и сисом и прошивать наши дальнейшие действия проконсультиваться с клиентом все-таки хочет попытаться еще как-то оживить машину не поднимая не доставая вот эту мбт ху с машины не хочет и на столе ну его право и вариант который сейчас попробую все подключить и из т.д. попробовать прошить эту можно что-то как-то можно подключит и будет делать и пошустрее но честно говоря сомневаюсь что это получится посмотрим и так приняли решение тогда попробовать обновить все это тема из т.д. рассчитали план мероприятия смотрим что у нас хочет программка сделать и вот что она хочет запрограммировать голову закодировать ну потом сохранить там все что нужно и потом такой по мелочим туда-сюда то есть больше ни с чем она не работать не будет кроме как с головой посмотрим даст это что или не даст на самом деле прогноз маловероятно что это что-то да скорее всего выдаст ошибку и ничего этого не получится но не попробовав мы это не узнаем нажимаем эти как мерзис план и посмотрим куда это дело пойдет смотрим и так что у нас тут у нас предупреждает да там минимальная температура бла-бла-бла continue это у нас все соответствует питание все подключено и вот голова у нас стала темной и посмотрим чем будут нас тут делать вот у нас расчетное время показывает час 02 показывает вот одна минута скаканула скорее всего не даст это дальше делать сейчас посмотрим ну вот мы тут уже видим что что-то и не нравится аборт программирования сейчас голова несколько раз на рестарт пойдет но и таким способом мы ее не оживим так что мы имеем вот у нас таймер все время скачет то есть час 02 он уже третий раз пытается все заново сделать голова у нас идет на рестарт и вот третий раз опять скажем так ничего не получается одна минута и по идее после третьей попытки все это тема должна вывести скажем так и что должна вывести машины справки с транспортного режима прекрати сказать что извини не смогу меняйте модуль он пишет что все еще ошибки присутствуют ясное дело глава у нас так на связь нормально не вышло и вот тут у нас репорт что сделала что не сделалось и по идее на этом у нас план мероприятий закончен можно выключать закрываем эту тему ну вот вот и все и самое вкусненькое оставил разумеется напоследок чтобы понять причину почему именно так обновление медленно шло для тех кто не поленился досмотреть до конца а не так как обычно прощелкал по всему видео и потом миллионы мейлов и спрашивает а почему так почему так просто посмотреть видео до конца в следующий раз и не пропустите ценную информацию итак смотрим у нас в левом окне вот наш HUNBT это скриншот перед тем как я начал обновлять софт то есть черненькие файлы которые остаются такие же красненькие которые будут заливаться новые синенькие те что скажем так вместо которых будут заливаться красненькие файлы и смотрим я не поленился вручную выбрал вот у меня вот в этом окне вправо сверху выбраны все эти файлы которые должны были заливаться при этом обновлении mbt и у нас общий объем получается 4,71 гигабайта то что должно было запихнуться в эту голову в mbt то есть 4,7 гигов информация должна была туда зайти достаточно приличное количество по логам я просмотрел какие файлы залились какие не залились так что мы имеем у нас вот тут снизу справа вот эти файлы у нас вот этот файл 1e6b то есть вот этот файл который весит 569 мегабайт он зашел у нас на 23 процента то есть соответственно 67 процентов не зашло то есть не зашло 380 мегабайт еще у нас файлы не зашли как вот этот 1.fb 21.d2 и 22.19 то есть по идее тут посмотрите тут они видно для вас уже посчитал все вот все это суммы у нас не зашло софта в mbt еще одна тысяча восемьсот восемьдесят мегабайт не залилась софта соответственно если полный объем информации у нас был 4,71 гигабайт то получается то что за и из этих 4,7 гигов 1,9 гигов считаем у нас не зашло остальное зашло то есть 2,9 гигабайт и получается то есть за 22 часа мы залили 2900 мегабайт сейчас рассчитаем сколько у нас осталось скажем так не залитого софта открываем калькулятор и смотрим у нас было осталось не залито 1886 мегабайт это мы умножаем на 22 часа сколько ушло времени и смотрим сейчас делим на 2900 и получается у нас 14,3 часа оставалось заливаться этому софту то есть 22 часа ушло и еще 14,3 вот это число и через такое время по идее весь софт зашел бы до конца то есть если на основе видео предполагал что заняло бы еще двое суток то я по идее ошибался сейчас провел расчеты заняло бы только 14 часов но 14 часов тоже по идее нифига не мало то есть это нифига не разумно понравилось видео подпишись узнал что-то новое поставь лайк ну а коли нужна помощь обращайся контактная информация под видео описание